После победы на Кубке Африки президент Сенегала объявил в стране выходной. Ну а это зимние «Газпром» тренировочные сборы, и тут у футболистов выходных нет. Вы смотрите новый выпуск «Раздевалки». Погнали! Стартуем с обзора второго сбора. Затем поговорим о высоких технологиях футболе. А в конце познакомимся с Юрием Алберто. «Зенит» работает на сборах уже более трех недель. И если про ту часть подготовки, которая была в Дубае, мы вам уже рассказали, то теперь пора поговорить о втором этапе, проходящем в Португалии. Второй сбор проходит в португальском Лагуше, расположенном на юге страны. Сини-белоголубые работают здесь не в первый раз. Петербуржцы уже бывали тут случайно с Палетти. Но под руководством Сергея Симака «Зенит» в Лагуше еще не был. Вот какие цели главный тренер ставит перед командой на этом сборе. Самая важная задача – это, конечно, сбалансировать состав. И для тех игроков, которые практически не тренировались, набрать нормальную форму. И мы уже будем смотреть, как кто будет набирать. И в зависимости от того, кто в каком состоянии будем, уже будем планировать состав на нашу первую официальную игру. В тренировочном процессе принимают участие 27 футболистов. Среди них два новичка – защитник Арсен Адамов и нападающий Юрий Алберто, о котором мы сегодня еще поговорим. Вместе с командой продолжает тренироваться и казахский защитник Нуралы Алип, находящийся в «Зените» на просмотре. В первый день тренерский штаб позволил игрокам адаптироваться к новым условиям, проведя втягивающую тренировку. Команда занималась беговой работой и упражнениями на растяжку. Кроме того, некоторые футболисты прошли туннель, без которого невозможно представить ни одно важное событие, происходящее в жизни сине-бело-голубых. Так Михаил Кержаков и Клаудинью еще раз вспомнили о том, что недавно каждый из них праздновал свой день рождения, а Арсен Адамов проходил традиционный обряд посвящения. На следующий день в расположение клуба прибыл Юрий Алберто, который быстро влился в коллектив, получил все необходимые указания и приступил к полноценным тренировкам вместе с новыми партнерами. Силовые упражнения в зале сменяются работой на поле, где футболисты отрабатывают такие упражнения, как удержание мяча с переходами в зоны, выхода из обороны в атаку, а также традиционные квадраты и удары-повороты. Конечно, нельзя забывать и про двусторонние матчи. Помимо классического деления на красных и зеленых, футболисты «Зенита» во время одной из совместных тренировок сыграли с «Зенитом-2», который также находится в Португалии. Основа одержала уверенную победу – 5-0. Голами в этой встрече отметились Иван Сергеев, оформивший дубль, а также Евгений Ким и Данил Круговой. Один из мячей футболисты «Зенита-2» забили в свои ворота. Главный тренер дубля «Сине-бело-голубых» Владислав Радимов считает, что такие совместные занятия прекрасно заменяют обычные тренировки. В общем-то и установка сегодня была не играть в обороне, какие-то схемы, а задача была сегодня именно простым русским языком побегать, чтобы получить ту нагрузку вместо упражнений, которые должны были сегодня у нас поплавку. Поскольку основного состава это понадобилось, сегодня мы с удовольствием с ними сыграли, а счет в таких матчах абсолютно… Основа выиграла, и слава богу. На этом сборе «Зенит» принимает участие в турнире «Атлантик Кап». Свой первый матч команда провела 3 февраля против датского «Митюланда». И в этой встрече произошло сразу несколько событий. Во-первых, свой первый мяч за «Сине-бело-голубых» забил «Нуралы Алип». На сороковой минуте матча «Клаудинью» выполнил подачу с углового. Казахский защитник выпрыгнул выше всех и отправил мяч точно в дальний угол ворот. К слову, этот гол стал единственным в этой встрече, ознаменовав тем самым первую победу команды Сергея Симака на турнире. Помимо этого, впервые в футболке «Зенита» на поле вышли Арсен Адамов и Юрий Алберто. 7 февраля петербуржцы провели еще один матч против португальского «Портимоненца». «Зенитовцы» одержали уверенную победу со счетом 3-1. Голами отметились Дэйн Ловран, Малком и Клаудинью, а Данил Круговой записал на свой счет две результативные передачи. Следующие две встречи «Зенит» проведет в рамках «Атлантик Кап». 10 числа состоится матч против Копенгагена. Эта игра пройдет в закрытом режиме. А уже на следующий день «Сине-бело-голубые» выйдут на поле против «Брондбю». Эту встречу вы сможете в прямом эфире посмотреть с помощью наших друзей из «Винлайн». Сразу после этой игры команда отправится домой в Санкт-Петербург, где продолжит подготовку к возобновлению сезона. Первый официальный матч календарного года «Зенит» проведет уже 17 числа в рамках стыковых матчей Лиги Европы. В гости на «Газпром-арену» приедет один из лидеров испанского чемпионата «Бетис». В комментариях под последним выпуском вы спрашивали, что за странные черные штуки надевают футболисты во время тренировок. Мы решили, что это отличная тема для сюжета, и поэтому прямиком со второго португальского сбора к нам прибыл горячий, свежий и чертовски крутой репортаж. Воу! Это было 6 лет назад. И тогда мы провели для вас базовый курс по GPS-трекингу. Нажмите сейчас на паузу и пересмотрите тот сюжет из 11-го выпуска «Раздевалки». Потому что сейчас мы углубимся в тему. В настоящее время за трекинг игроков в «Зените» отвечает уже не Педро Силова, а отечественный специалист. Зовут его Василий Галямин. Он работает в лучшем клубе страны с 2017 года, и его должность называется «специалист по аналитике». Правда, сам Василий не очень любит такое название, так как, по его мнению, основную аналитическую работу в клубе выполняют главный тренер и его помощники. А задача Галямина — предоставлять коллегам необходимую для работы информацию с помощью системы глобального позиционирования. Технологии, по словам Василия, за прошедшие 6 лет почти не изменились. Основной инструмент в его работе — те самые черные манишки, которые вы привыкли видеть на кадрах с тренировок. В каждую встроен GPS-датчик, который собирает информацию о координатах нахождения объекта и его скорости. А уже из этих двух параметров выводится бесчисленное количество других данных. Так же, как GPS в вашем телефоне. Ну, почти так же. Этот датчик нам дает сигнал 10, 18, 25 данных в секунду, потому что один игрок за одну секунду может сделать очень много движений. А у тебя телефон дает сигнал 5 раз в секунду. А в принципе, нет никакой разницы. Задача аналитика — с помощью специальных приложений и собственных алгоритмов рассчитать из полученных данных те самые 20 параметров, про которые мы вам уже рассказывали. Хотя на самом деле их может быть намного больше — до 500. Все зависит от запросов тренерского штаба и поставленных задач в тренировочном процессе. Каждое упражнение имеет свою цель. Мы не можем использовать одни и те же данные в каждой ситуации. Однозначно, что если мы работаем на маленьких пространствах, возможно, нам не важна даже дистанция. В таких случаях больше используется мощность. Это некий набор, который ты должен подобрать для того, чтобы подходило к каждому моменту. Когда в команду приходит новый футболист, на него сразу же заводится аналитический профиль, в котором указаны все возможные физиологические и психологические данные. Важная часть работы Василия — следить, чтобы футболист не выходил за пределы своей зоны комфорта. Звучит странно, но сейчас станет понятнее. У каждого человека есть свой паттерн. Мы такие, какие мы есть. И ни один тренер, никто нас не может поменять. По крайней мере, с точки зрения физиологических качеств и наших действий. Если заставить человека делать то, к чему он не привык, ну, много вероятность, если это футболист, то он будет плохо играть, потерять в качестве футбола. Если еще хуже, ну, тогда он получит травму. Официальные матчи футболисты «Зенита» проводят без трекеров по многим причинам. Но работа аналитика все равно не прекращается. На стадионе за игроками следят специальные камеры, которые тоже способны фиксировать перемещение каждого участника матча. Эти данные важны для пополнения профайла спортсмена. Однако на ход игры фитнес-аналитика в реальном времени повлиять не может. Потому что, как утверждает Василий, футбол — сложная система. Но и алгоритмы с цифрами — еще не все. Важно комбинировать их с субъективными данными, собственными наблюдениями и с ощущениями футболиста. Насколько он в настроении, насколько устает после тренировки. Кстати, Василий отмечает, что усталость — это неплохо, это нормально. Больше стоит переживать, если спортсмен не устал, когда проводятся накопительные тренировки. Переводим с русского на понятный. Под накопительной тренировкой подразумевается работа, в процессе которой игрок что-то развивает. Силу, аэробные кондиции, игровые и так далее. Например, тренировки, которые проходят за день или за два до игры, нельзя назвать накопительными. Они, скорее, поддерживающие. Те, что случаются после матча, направлены на восстановление. А вот где-то между ними происходят накопительные. Главное, чтобы футболист адаптировался к нагрузкам и уделял должное время восстановлению. Далер Кузяев, который был, когда он пришел в первый год, ему было очень сложно. Когда он начал играть по две игры в неделю, ему реально было трудно. Но он через свою работу, через труд преодолел. И на данном этапе он может играть спокойно по две игры в неделю, восстанавливаться. И кроме этого, ему еще хватает сил ездить в сборную и играть там все игры. И спортсмена, который плюс-минус играл хорошо раз в неделю, он теперь, можно сказать, что игрок с точки зрения физических, физиологических качеств и топа европейского уровня. Чтобы получить работу в «Зените», Василию пришлось много учиться. Пройти все возможные испанские курсы, а затем и итальянские, читать все, что удавалось найти по теме, выучив в процессе несколько языков. Но тех, кто уже захотел пойти по его стопам, предупреждает. Это не главное. Нету неких специальных программ обучения, университетов и так далее, которые тебя направляют, выполняют такую широкую работу. Мне очень сильно повезло быть окруженным как и в работе, так и вне. Ну, специалистами, с которыми я общаюсь, которые уделили свое время для того, чтобы ответить на каждый из моих вопросов и даже обучать меня. Я рекомендую вообще людям, которые этим хотят заниматься, чтобы они просто изучали процессы, которые происходят в футбольной команде. Это подготовительный процесс, тренировочный процесс, восстановительный процесс, процесс реабилитации. Все вот эти процессы, которые у нас происходят, они очень важны. Потому что ты должен понимать человека, с которым ты работаешь, для того, чтобы предоставлять им эти данные так, как ему необходимо. Но, несмотря на весь свой профессионализм и глубокое погружение в холодную цифровую сторону игрового процесса, Василий сумел сохранить в себе любовь к футболу, без которой вряд ли что-то бы получилось. Футбол — это некая сложная система. То, что мы строим, это некое представление о тем, что, возможно, происходит. Но это не точный результат. Футбол — это железная игра, мы его любим, потому что это эмоции. Ну, это не точная наука. Юрий, ну что, добро пожаловать в «Зенит»? Vamos! No, 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 no. Поехали! Юрий Алберто Монтейро да Силва родился 18 марта 2001 года в городе Сан-Джезе-Дос-Кампас, одном из самых образцовых и спокойных мест в Бразилии. Любовь к футболу ему начал прививать отец, который в те годы был полузащитником одной из местных любительских команд. Еще мальчишкой Юрий стал бывать с папой на стадионе и учиться у него о замыгры. Глядя на отца, я тоже мечтал однажды играть в центре поля. Я был большим его поклонником. И действительно, когда я начал заниматься футболом, то сперва действовал в полузащите. Затем повыше, потом на фланге атаки и, наконец, оказался в центре нападения. Папа сыграл очень важную роль в моем становлении как футболиста. Он всегда был для меня большой мотивацией. До 12 лет Юрий возился с мячом в маленькой футбольной школе рядом с домом, а затем успешно прошел просмотр в куда более серьезное учебное заведение — Академию Сантоса, клуба, подарившего миру Филе, Робинью и Неймара. Там будущий зенитовец сразу отличился, побив клубный рекорд результативности с 32 голами за сезон и став лучшим бомбардиром в Кубке Зика и в чемпионате Сан-Паулу до 15 лет. Но эти успехи не вскружили парню голову. Я очень спокойно ко всему относился. Не позволял себе думать лишнего, не витал в облаках. Тот год полностью изменил мою жизнь. Со мной стала сотрудничать компания Nike, я подписал новый контракт с Сантосом. Это был особенный сезон для меня и для всех игроков, выступавших со мной в той команде. Например, для Родриго, который сейчас играет в мадридском Реале. В 2017-м Алберто взял первые значимые трофеи. Золото с юношеской сборной на чемпионате Южной Америки и бронзу чемпионата мира Ю-17. Сразу после этого молодой нападающий подписал первый профессиональный контракт с главной командой Сантоса. Осенью дебютировал в бразильской серии А, а весной 2018-го стал шестым самым молодым автором гола в официальном матче в истории клуба. Это достижение покорилось ему в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 20 дней. Но когда показалось, что мечта юноши начала сбываться, в команде сменился тренер, и Алберто перестал попадать в состав. Каждого тренера свой взгляд на игру и на то, кто нужен ему на поле. Со своей стороны я старался на каждой тренировке отдавать все силы. Работал на полную, получил вызов в молодежную сборную Бразилии. Не опускал руки, попадал в заявку на матч, оставался на скамейке запасных, возвращался и снова тренировался на максимум, чтобы, когда представится шанс, воспользоваться им на 100%. Сезон спустя на тренерском мостике Сантоса, переживающего непростые времена, произошла очередная перестановка. Достаточно сказать, что в период с 2017 по 2019 команду возглавляли семь разных специалистов. Новый наставник выразил Юре поддержку, однако Алберто прекрасно понимал, чем для него может обернуться продление договора с клубом. Я сказал ему, мистер, если вы с уверенностью скажете мне, что вы пробудете здесь на протяжении всего того времени, что ждет меня по этому новому контракту, я без раздумий подпишу все бумаги. Но вы ведь и сами все прекрасно понимаете и знаете, сколько проработаете тут, не так ли? Он только покачал головой. Поэтому в августе 2020 Юри принял следующий вызов в карьере и перешел в другой бразильский клуб — Интернационал. Команда из Порту-Алегри играла в более скоростной и интенсивный футбол. На первых тренировках для Алберто все было в новинку. Возможно, именно поэтому в дебютном матче молодой нападающий получил небольшое повреждение и выбыл из строя на две недели. Все эти 14 дней я как сумасшедший работал над физической формой, чтобы вернуться гораздо более сильным, в своих лучших кондициях. Залечил повреждения, стал попадать в состав и начал забивать голы один за одним. В том сезоне, в 2020 году, мы почти взяли золото серии А, заняли в итоге второе место, всего одно очко уступив победителю. Моя мечта о чемпионстве так и не исполнилась, но я знаю, что она сбудется очень скоро, ведь у меня впереди еще вся карьера. И я всегда буду благодарен Интернационалу за все, что он для меня сделал. К следующему сезону усердная работа начала приносить свои плоды. Алберто заиграл на уровне бразильских топов. С 12 мячами стал самым результативным игроком команды, вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата и в тройку по реализации голевых моментов, без учета пенальти. Оформил свой первый хэт-трик и, главное, прочно закрепился в основе, проведя на поле в четыре раза больше времени, чем в предыдущем сезоне. Смена тактических схем «Интер» играл как с одним, так и с двумя форвардами нисколько ему не мешала. Конечно, центральному нападающему удобнее играть с одной девяткой на поле. В этом случае у него просто-напросто больше свободного пространства вокруг. Но я тот человек, который быстро адаптируется к любым схемам, сам играл на разных позициях. Поэтому мне комфортно и в том случае, когда на поле два форварда. Один дает глубину, второй врывается в зону. Успешная игра в Бразилии привлекла к талантливому футболисту внимание ведущих европейских клубов, в том числе петербургского «Зенита». На португальских сборах Сергей Семак рассказал, что тренерский штаб «Синий-Белый-Голубых» следил за Алберто последние два года. И вот зимой 2022-го, когда игрок находился в отпуске, он узнал о предложении петербургского клуба. И долго не раздумывал. Во-первых, клуб был ему знаком. Во-вторых, это приближало его к исполнению мечты. В первую очередь знал о клубе по тем бразильским игрокам, которые защищали и защищают его цвета. Следил за их выступлениями здесь. Когда мне было 14-15 лет, я смотрел матчи «Зенита» и был в восторге от «Халка», который сейчас играет и становится чемпионом в Бразилии. Мне очень хотелось играть в Европе. Я мечтал выйти на поле в матчи Лиги Чемпионов. Знал, что однажды такая возможность у меня появится. И слава богу, это произошло. Я счастлив стать частью такого большого и знаменитого клуба, как «Зенит». К чемпионам России Юрий, уладив все формальности, присоединился в Лагуше и сразу же приступил к работе. Бразилец был тепло встречен одноклубниками. Да, это была болезненная процедура. Я знаю, что такая же история ждет меня, когда я забью первый гол, так? Тогда в следующий раз попробую пробежать еще быстрее. Мы, как и все болельщики «Зенита», верим, что поздравительный тоннель за дебютный мяч не заставит Юри ждать слишком долго. Тем более и сам он настроен очень серьезно. Я начну сезон только со второй его половины, но впереди еще достаточно игр. Вообще подход у меня такой. Если впереди 30 матчей, я хочу забить 30 мячей. Это моя мечта. Хочу много забивать, побеждать и радовать болельщиков клуба. Кстати, для поддержания высокой результативности у игрока есть свой мотивационный прием. Перед матчами он смотрит подборки голов любимых нападающих — Ливандовский, Варди и Кейна, чтобы при удобном случае повторять на поле их удачные решения. А с самым главным своим кумиром ему довелось познакомиться лично и сыграть вместе в футбол. Речь о Роналдо — легендарном бразильском зубастике. Юри участвовал в матче-открытии новой спортивной площадки в городском парке и даже забил первый гол в ее истории. Однако кумиры — кумирами, а в жизни зенитовского новичка есть и более серьезная мотивация, которая появилась совсем недавно. У меня есть дочь, ей один год и восемь месяцев. Ее зовут Изис. Изис Калири Монтейра. Все случилось неожиданно. Я не то чтобы планировал становиться отцом, но раз Бог так решил, то я очень благодарен ему за это. Она моя принцесса. Все, что я делаю на поле, для нее. Семья обязательно присоединится к игроку в Петербурге, а сейчас Юрий Алберто осваивается в новой команде и готовится к первому официальному матчу. Пожелаем ему легкой адаптации и осуществления всех намеченных целей. К слову, они у нападающего весьма амбициозны. Я хочу одержать множество побед и завоевать чемпионство в российской премьер-лиге. Это золото может стать для команды четвертым подряд, верно? Вот. И я надеюсь, что Бог поможет мне начать мою карьеру в Зените с этого титула. Друзья, это все, о чем мы хотели бы сказать вам сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на Зенит ТВ и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать свежие видео. Увидимся совсем скоро. Я больше не могу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok